Великолепная порция о бодрствовании и великолепное пение. И сейчас также небольшая мысль. В качестве предпосылки я взял этот буклет, который называется «О живой церкви», переведенный пастором Маниславом. И в конце служения вы тоже получите его. И здесь, размышляя над этим, таким содержательным буклетом, у меня родилась такая мысль, которая называется «Сюрприз». И мы поразмышляем с вами немного об этом. Итак, «Живая церковь». Откуда жизнь вообще в церкви, если у человека нет жизни? То есть мы очень часто слышим, конечно же, мы непрестанно должны пребывать в этой жизни. Это повеление, это ободрение, призыву. И если мы посмотрим, то жизнь, конечно, в первую очередь, дана была нам сюрпризом. И сюрприз заключался в том, что нам не нужно было платить за него. Как здорово! В этом мире, светский мир, мир, который не знает Иисуса Христа, он привык всегда за что-то платить. Или, например, этот мир может дарить что-то, или отплачивать за что-то, или дарить что-то, чтобы получить что-то взамен. Это очень свойственно этому миру. То есть таким образом действовать. Но здесь мы получили этот безусловный подарок, этот сюрприз, на самом деле, без всяких подвохов. Мы даже не поверили, что это такой сюрприз. А что за него не нужно отплачивать, что от меня не ждут что-то взамен. Но это спасение, это дар вечной жизни, он дан нам. И в первые годы, наверное, в первое время нашей христианской жизни, мы, наверное, все время пытались что-то отплатить. И сделать что-то самим. И это тоже становилось для нас таким сюрпризом. Что ничто не получается. Римлянам 7 глава. Господи, я же тебе хочу что-то сделать. И там говорится, и по мере нашего возрастания, освящение, откровение этого в Иисусе Христе. Мы стали осознавать, что я в своей сущности, в ветхой греховной природе, тоже сюрприз. И еще какой. И апостол Павел целую главу этому посвящает и говорит в Римлянам 7 глава. Когда я что-то хочу сделать, что-то из тебя или делать что-то, я осознаю, что я делаю обратное. И это сюрприз тоже. Есть еще другие сюрпризы. В кавычках, да, можно сказать. Сюрпризы этого мира или сюрпризы князя этого мира в своих кознях. Они будут всегда активны, чтобы доставать, и за всем это стоит, безусловно, князь этого мира, чтобы отвлекать, и ни в коем случае, чтобы не продвигалась эта Евангелие о его спасении. Но удивительно то, что спасаемся мы так же по-прежнему, как с самого начала, начали с принятия Иисуса Христа сюрпризом Божьим. А где в Писании говорится о Слове Божьем как сюрприз? Подскажу. В Ветхом Завете. Когда евреи зашли в пустыню, а что стало падать? Манна с неба, да, и все говорили, что это, что это, что это. И это было обеспечение на каждый день. И это показывает нам удивительную картину, что Слово Божье, оно настолько удивительное и свежее, и новое, что оно в новой природе, в природе Христа, как сюрприз. И этим сюрпризом мы спасаемся от других сюрпризов, от самих себя, от сюрпризов этого мира и от сюрприза князя этого мира. И таким образом мы удивительным образом видим и наслаждаемся и возрастаем, облекаясь в Господа Иисуса Христа. А в Господе Иисусе Христе Он дает нам это снабжение на это время облекаться во всеоружие Божие. И всеоружие Божие, и вся нам шестая глава, это, безусловно, сам Иисус Христос. То есть мы облекаемся в Господа Иисуса Христа, мы облекаемся в всеоружие. Это не наше всеоружие, слава Богу. Наше всеоружие это Римлянам седьмая глава. И там мы видим обратно. А это всеоружие Иисуса Христа. И все, что совершается, конечно же, это тоже Иисус Христос. Это им совершается все. И Бог производит это удивительное исправление, как отмечалось в этом буклете. Я бы еще представил его в виде преображения. В виде потоков этих сюрпризов, как бани водной. Например, когда острые камни падают вниз, такие острые, скалистые, они упали в поток. Что с ними происходит? Они становятся кругленькими. И эта округлость, это не то, что исправляется наш ветхий Адам, но происходит это преображение. Это значит, мы больше уже посвящены или исполняемся Духом Святым, Его мыслями и пребываем больше во Христе в новом Адаме. Как здорово, что мы осознаем эту мудрость, что нам не нужно самим исправляться, а Он исправляет нас. Что нам не нужно осуждать себя, а Он взял на себя все осуждение и нам стоит только перейти. И как это делать, это воспринимать, это удивительное наслаждение, сюрприз на каждый день. Что это? Что это? Слово Божье. Это определение из книги «Исход» о Слове Божьем. И тогда, возрастая каждый день и спасаясь, я осознавая, что я так защищен, и ничто не может прикоснуться ко мне. В вечной перспективе я нахожусь в этом мире, который полон сюрпризов. И люди полны сюрпризов. И также, читая вчера этот буклет и сегодня утром, размышляя о людях. Ведь действительно, они полны этих мрачных сюрпризов в жизни. Они могут быть полны различных целей. И многие добиваются этих целей. Цель их заключается в целом одной формы. Посади дерево, ради сына, построй дом. У спортсменов может быть выиграй олимпийскую медаль золотую. А потом что? То есть человек может достигнуть цели, и потом снова сюрприз. И какой сюрприз? А что сделать с самой жизнью? Что мне делать с самой жизнью? Я посадил дерево, родил сына, построил дом. А теперь мне что делать? Куда мне идти? И я словно загнул в угол, не знаю, что делать с этой жизнью. Не знаю, как ее, так сказать, что с лошадьми делают. Как обуздать эту жизнь? Что мне сделать с этой жизнью после того, как я совершил уже все в своих собственных целях? А что если человек в своих целях не достигает этих целей? Как в книге Иова. У верующего есть откровение, кому приходить? К Иисусу Христу. А у неверующих это полное разочарование, депрессия, угнетение. И тогда Иисус Христос через церковь приходит и говорит об этих удивительных сюрпризах. Об истинном сюрпризе в своей природе, безусловном, спасении, придите к Иисусу Христу. Он есть сюрприз безусловный, спасение и жизни, жизни в нем вечной, в Иисусе Христе. Аминь. Аминь.